Всем привет! Форзиция. Сорт не знаю какой. Значит, бонсайница. Альтернатива. Кто не знает, что это такое, я объяснять не буду. Смотрите ранее видео. Цена этой альтернативы рублей 300, может быть чуть больше, плюс свои силы сверлить отверстия для стока воды. Вот такая вот получается. Я думал, что будет больше цветков. Ну, что получилось, то получилось. Цветки прикольные, конечно, такие мятые. Мне очень нравится. Три ветки, наверное, я удалил. В работе она второй год. Форзиция формируется довольно-таки легко. Даже купить вы на рублей 500 где-то стоит. Да 500 это большой вкус. Ну, 200, 200, 300, наверное, максимум. В любом садовом центре вы всегда найдёте. Выберите себе форзицию. Даже если она будет тоненькая, там, ну, с карандаш примерно где-то. Я видел интересную форзицию, фотку. Значит, здесь, если это, грубо говоря, сантиметров 20, сантиметров 40, она 50, тоненькая. И вниз спадает, как локоны ветки. И ветки все в цветах. Смотрится просто фантастика. Вот поверьте мне. Вот это вы можете сделать. Прирост довольно-таки приличный. У неё это можно сделать быстро. Формируется. Ну, ветки такие тяжеловато гнутся. Ну, такие пока молодые ветки. Они зелёненькие. Они ничего, гнутся нормально. Ну, вот, неприхотливая. Зимовка обязательно нужна. Желательно в прикопе на улице. Ну, или максимум до 6 градусов есть в каком-то помещении. Да проще прикопать её всё. Прям с бонсайницы такой прикопали. Вот. Только если она не для домашнего использования бонсайницы. У той всё пошелушится. Вся эмаль отлетит. Что ещё вам сказать? Для начинающих вообще самое оно просто. Легко просто до безобразия. И тем более, не обязательно вот куда-то лезть там в дорогие. Там, ну, нет денег или чего-то. Ну, ну, ничего. Нет денег. И купите что-то дешёвое. Более дешёвое. Не обязательно там сосны, ну, какие-то крутые лезть, дорогие. Они очень много стоят. Клёные японские. Ну, большие они. Они все дорогие. С ними работать надо много. Довольно-таки для начинающих, ну, тяжеловато, так скажем. Надо просто понять смысл. Там, как клён растёт, как сосна там. Ну, в полном смысле снова. Я, например, с соснами, сосны, берёзы. Я уже говорил, сосны, берёзы. И, 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 и. Забыл. Третье. Сосны, берёзы. В общем, короче, я с ними не работаю. Мне они... Не то, что они очень тяжёлые, я их не понимаю. А то, что я не понимаю, я не хочу с этим работать. Дубы тяжёлые для начинающих. Вот эти сосны, берёзы, дубы. Не лезьте даже в это. Или какое-то подобие делать чего-то. Не поймёшь чего. Вот лучше купили, и то интереснее. По крайней мере, из него бонсай, так скажем, в полном понятии, или в вашем понятии, вы быстрее сделаете. Потом понятие бонсай, вот так скажем, у всех разное понятие. Допустим, для меня это бонсай, для другого это не бонсай. А для там 4-го, 5-го это уже крутой бонсай. Понимаете, у всех разные понятия. Так же, как на цветовую гамму, одному красное, другому зелёное нравится. Тут, ну, тем не менее. Вот. Всё. На этом всем спасибо. Пока не болейте.